Думаю, что и видно, и слышно, раз еле оно было видно, слышно. Замечательно. Ну, я не зря начинаю свое выступление вот с этой вот фотографии, потому что на самом деле мое путешествие в Сочи началось именно вот с этого вот браслета. Примерно год назад вот на таком же мероприятии, только тогда они у нас проходили вживую, когда приехали наши участники прошлой золотой конференции, это была Елена Ракотча, Денис Бирюков и Аня Козловская, они делились своими впечатлениями, и тогда же на сцене Лена сказала так, я привезла, нам на конференции вручили вот такие вот браслеты, я могла бы подарить их тому, кому посчитаю нужным, но я сейчас предлагаю взять вам на себя ответственность, и тот, кто хочет, тот, кто считает, что он будет на следующей конференции, тогда еще Анталии, выходите на сцену и принимайте вот эти вот браслеты, как ответственность за то, что вы едете на эту конференцию. Знаете, я сидела в зале, я не пошла сразу. Очень многие люди не то, чтобы пошли, побежали за этими браслетами, они взяли, они носили потом эти браслеты, я не пошла, потому что на тот момент мне нужно было сделать, в тот каталог мне нужно было сделать 7500 баллов, и тогда уже прошло полкаталога, у меня было меньше, чем 3000, я просто не поверила, что у меня это получится. Сидела рядом Люда Воднева, она мой бизнес-партнер, и она сказала, ой, ты чего, не иди, я говорю, Люда, у меня не получится. И вот у меня вот примерно точно так же, как и сейчас, дрожали коленки, Люда говорила, у тебя на лице поменялись все цвета-райбуки, которые можно было, я встала, я встала, пошла, я самая первая, я не вышла, я не выбежала, я, наверное, выползла на эту сцену, я подошла к Лене и говорю, Лена, у меня страшно. Я взяла вот этот вот браслет, я его носила, ну, собственно, носила вот целый год, и в тот каталог у меня получилось 7500, и в первом каталоге 2016 года я закрыла уровень директора. Закрыла уровень директора, я квалифицировалась на банкет директоров, я квалифицировалась на менеджерскую конференцию. Вы знаете, вот толчком, вот началом именно для поездки на конференцию было не только желание. Желание, я думаю, есть у всех, кто сейчас находится в комнате и за ее пределами. Было принято решение, причем не только в голове, вот решение было принято всем телом. Дрожащими коленками, вот этими вот всеми цветами на лице. И, знаете, ведь каждый из вас, из нас, кто сейчас находится в комнате, можете принять решение. Если даже вы не квалифицировались в прошлом каталоге, в позапрошлом каталоге на поездку в Болгарию, вы все еще можете сделать. Компания дает альтернативные условия, делает альтернативные условия. То есть, если вы не идете по квалифицированным рекламентам, вы можете открыть звание директора. Это на самом деле возможно для каждого из вас. Тем более, что запускается у нас такая бизнес-система, где четкие инструкции, шагая просто четкими шагами. Сделайте в этом каталоге 150 плюс 1. Даже не в этом, вот прямо сейчас на этой неделе, до субботы. Квалифицируйтесь на Академию бизнеса. И вы точно узнаете, как попасть еще и на конференцию в Болгарию. А что такое менеджерские конференции? Ну, я расскажу, конечно же, свои чувства, свои эмоции. У каждого из вас они будут своим. Так вот, чувства эмоций начинаются на самом деле прямо из аэропорта. Мы когда-то, когда проводили бизнес-встречи, мы говорили, все начинается с аэропорта. Да, действительно. Когда вас встречают в аэропорту, чтобы просто оформить документы, это уже вот, вы не просто один там находитесь, а вами, как маленькими детьми, вас провожают чуть ли не до трапа этого самолета, чтобы вы только полетели туда, куда нужно. И вот таким вот образом встречают нас в гостинице. Вот сейчас на слайде это те подарки, которые мы получили, просто войдя, вот входишь в гостиницу, и видишь вот такой вот конверт с подарками. Там была сумка, там сертификат, там браслет, там карта ближайшей территории, скажем так, которая была около гостиницы. Такие вот мелочи, но они настолько вот приятные, настолько заражают на все, в общем-то, ближайшее время. Вот это вот вид из гостиницы. У нас была, гостиница была три звезды. Знаете, кто был в других гостиницах, как говорили эти три звезды, абсолютно не хуже, чем бывает пять. То есть там было все, все необходимое для жизни. Тем более, что, знаете, для жизни нужно было только переночевать, скажем так, все остальное, обо всем остальном времени компания позаботилась сама. У нас были первые, первые дни у нас были свободны, то есть день прилета и следующий день до вечера у нас были свободны. Кто-то поехал на экскурсии, кто-то остался в отеле, в общем, занимались вот тем, чем считали нужным, потому что, ну, согласитесь, вот вырваться просто в кусочек лета, лето, когда у нас уже начинается осень, это, ну, очень-очень приятно. Здесь у меня куча пальм, знаете, пальмы я увидела в первый раз в жизни, и поэтому, ну, фотографировала где только можно, как только можно во всех, во всех их проявлениях и так далее. Дальше горы, горы, я видела и раньше горы, но просто я вот тогда, когда у меня было 12 лет, я увидела впервые горы, и я в них очень-очень влюбилась, конечно же, ну, просто я не могла, эти дни я не могла наулюбоваться. У нас из гостиницы они были видны, из пляжа были видны горы, и вот просто идешь, и, знаете, особенно когда между горами вот эти вот облака, они как будто лежат на этих, ну, вообще такая красота-красота. Ну, в общем, я не поехала на экскурсию, я пошла на море. Море, знаете, вот оно такое, ну, что рассказывать, какое море, вот кто был на море, тот знает, кто не был. Я просто желаю, чтобы вы там побыли, но просто, опять же, вот этот вот кусочек лета в сентябре, это было, ну, просто незабываемые эмоции, незабываемое впечатление. И вот это вот вечер, вечер второго дня, когда, вот представьте, что делает компания для своих лидеров. Вот эти вот несколько фотографий на слайде, это перед входом в Сочи парк, он называется, этот вечер был Арифлейм парк. Сочи парк сменил свое название, сменил, скажем так, своего хозяина, то есть компания Арифлейм сняла на целый вечер весь вот этот вот парк, и все участники конференции могли кататься, могли просто гулять, если кто-то боится, сфотографировать, опять же, посмотрите, какая красота вокруг. Знаете, это такие вот детские эмоции, детские эмоции, детские визги, крестки, когда ты садишься на эти карусели, может, кто-то пострашнее, кто-то просто на обычные коники, и то это было вот настолько детский щенячий восторг, что вот просто это, конечно же, не передать словами. Когда смотришь на собственных детей, когда они катаются на кониках, это просто приятно, потому что твоим детям хорошо, а когда сам садишься, то это, опять же, мне не хватает слов для того, чтобы это передать, то, что мы там испытывали. Вот такая вот красота была вечером в этом Сочи парке. И опять же, повторюсь, представьте, мы смотрели, сколько стоит посещение данного места. Около 500 тысяч белорусских рублей, ну вот на весь день, то есть там платишь, за вход платишь и находишься там столько, сколько хочешь. Вот представьте, у нас было порядка 4 тысяч человек в парке. И все это было для нас. Мы гуляли, мы катались, мы ужин тоже был заказан, то есть мы не были голодны. Было эксклюзивное обращение Ехана Розенберга. Он к нам обращался с самого высочайшего столб, возможно, кто-то видел этот аттракцион, когда на высоком столбе поднимаешься, потом тебя редко опускают, потом опять поднимаешься, вот так вот. Вверх-вниз вот Ехана тоже туда подняли, и он оттуда к нам обращался. Это тоже было, ну вот, скажем так, частью вот этого мероприятия, тоже из незабываемых, скажем так, частей. А вот это вот, это поющие фонтаны, минут 20, красивейшей музыки, красивейших вот таких вот, просто на фонтанах вот такая вот красота. Как вот это вот можно сделать, это просто, ну, мозг не воспринимает, но когда ты смотришь, это вот просто как будто ты сам вот в этих вот картинках, это смотришь и не оторваться от этой красоты. И, конечно, к завершению этого вечера был салют. Ну, да, вот действительно, это супер. Это не передать, это не одна камера не передаст, это вот то, что видел глаз и, конечно же, ощущалось внутри. Ну, а на следующий день был деловой ужин. Ну, деловой день. Он был в Олимпийском парке уже. И компания, знаете, даже об этом позаботилась, идти там, по большому счету, минут 20 пешком. Но компания, вот нас, несколько тысяч человек, она организовывает трансфер на автобусах, она заботится о том, чтобы нам было комфортно. Причем автобусы там, ну, не просто автобусы, все едут вот эти вот один там километр сидя, естественно, в очень комфортных условиях. И мы приехали немножечко заранее. И благодаря этому была вот такая вот возможность погулять по Олимпийскому парку, увидеть те места, где олимпийские чемпионы выигрывали свои медали. Вот тут вот на левом верхнем углу, видите, я не смогла дотянуться, там наша Дарья Домручева, но она высоковато, ее фамилия высоковато для того, чтобы дотянуться рукой. Я на нее показываю. В правом верхнем это Олимпийский огонь, это факел. Факел, на котором зажигали Олимпийский огонь. И вот ко всему этому можно было прикоснуться. Это вот настолько там ходишь, и сердце замирает от того, что ты являешься как бы участником вот тех исторических событий, которые там происходили. Но, конечно же, сама вот эта деловая часть, сама конференция, сам семинар, когда поздравление уровней, причем, знаете, меня тоже поздравляли с уровнем директора. Но это было в конце, и так вскользь, потому что уровень директора, да, это почетно. Да, компания благодарит, и не один раз за год, заметьте, я не один раз так говорю, что я уровень директора закрыла в январе, сегодня на дворе уже октябрь, меня все еще поздравляют. Но знаете, кого там особенно поздравляли? Те, кто закрыл от двух званий за год и выше. Кто на прошлой менеджерской конференции был в одном звании, а на этой менеджерской конференции был абсолютно в другом, причем не в следующем звании. Кто закрыл два, три, четыре, и была семейная пара, которая закрыла шесть званий за год. Вот чему, вот что меня поразило, восхитило. И знаете, выступали такие люди, которые, ну, абсолютно простые, абсолютно ничем не примечательные. Как сказала Настя, две руки, две ноги и, в общем-то, ничего особенного. Но они делают это. А делают, знаете, почему? Потому что они, точно так же, как я когда-то приняла решение ехать на конференцию в Антаррию, в Сочи, да, то они приняли решение стать бриллиантовым директором. И вот эта вот семейная пара, которые закрыли шесть званий за год, они просто приняли решение. Приняли решение и сделали первый шаг. А дальше оно уже само все получает. Приходят новые люди, приходят учителя, приходят люди. Поэтому, если вы принимаете решение сегодня, просто действуйте. Это уже голоужин, это фотозоны. Знаете, фотозон было очень много. И они были настолько красивые, что, опять же, просто не передать словами. Это часть из них, те, которые успела вставить в слайд, скажем так. Вот эта фотография, она, пусть не очень хорошего качества, но мне хотелось передать и атмосферу праздника, и передать. Посмотрите, сколько людей. Посмотрите, сколько людей, кто тоже, как бы год назад, приняли решение ехать в Сочи. Кто принял решение и делал. Их не два, не три, не четыре, их четыре тысячи. Поэтому, повторюсь, что, причем, опять же, это не со всего мира. Это там семь стран. Семь стран, и Лена нам скидала фотографии людей, которые, ну, в принципе, по нашему сознанию, по нашему, они там, ну, не могли оказаться. За соседним столиком от нас сидели бабушки, им точно за 70. У них пальцы скрученные артритом. Они в платочках, со сгорбленными спинами. Явно, что они не офисные работники. Они явно пасли скот, они работали в огороде, а они на конференции. А сделать им нужно было все то же самое, что и нам. Представляете? А начиналось все год назад с браслета. Поэтому я желаю, чтобы вы в эти дни, в эти часы приняли для себя решение, что все возможно. Возможно поездка в Болгарию. И в Болгарию поездка не будет на самолете. Она будет, не будет на автобусе, она будет на самолете. Вы за 3 часа перенесетесь в красивейшее, просто в потрясающее место. Я это вам желаю всей душой, потому что сама пережила, прочувствовала это. И я желаю, чтобы вы тоже прочувствовали это. Все. Всем спасибо. Продолжение следует.